Попытка госпереворота в Боливии. Армейские подразделения под командованием генерала Суньиги окружили дворец правительства в Ла-Пасе. Суньигу задержали. За несколько дней до мятежа президент Арса сообщил о желании вступить в Брикс. В Кении продолжаются протесты против повышения налогов. Уже известно о 23 погибших. Президент передумал подписывать проект бюджета, вызвавший протесты. Его отправят в парламент на пересмотр. Беспорядки подавляют военные. У протестующих новые требования. Роспуск правительства и отставка президента. Foreign policy. США планируют связать железной дорогой шахты Замбии и Конго с портом Лабиту, чтобы увеличить поставки сырья на запад и снизить влияние Китая в Африке. Поляков призывают пройти военную подготовку на случай конфликта с Россией. В стране запустили летнюю программу «Каникулы с армией» для мужчин от 18 до 35 лет. Также в стране создадут пограничный спецназ для охраны границы от мигрантов. Президент Дуда. Россия – колониальная страна, поработившая 200 народов и не осудившая свое прошлое. Financial Times. Страны НАТО могут столкнуться с трудностями при наборе войска в случае конфликта с Россией. Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС выделить 2,5 миллиарда евро на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. Госсовет обороны Литвы одобрил строительство двух новых полигонов на границе. ЕС объявил санкции против Белоруссии, чтобы закрыть самую большую лазейку в нашем санкционном режиме. Украина и Евросоюз подпишут пакт о безопасности, гарантирующий долгосрочную военную помощь. Украина заключила со странами ЕС в общей сложности уже 17 двусторонних соглашений по вопросам безопасности. Нью-Йорк Таймс. Украину не пригласят в НАТО на грядущем саммите в Вашингтоне. По словам Вучича, завершение украинского конфликта в данный момент невозможно. Президент Чехии Павел. Поражение Украины приведет к миграционному и экономическому кризису в соседних европейских странах. Чешскую инициативу поставок снарядов Украине официально поддержала Словакия. На Украине с 1 июля могут мобилизовать студентов-заочников и тех, кто получает второе и третье высшее образование. Зеленский подписал закон об английском как одном из языков международного общения. Евросоюз возвращает пошлины на импорт украинского сахара и яиц. Во Франции Народный фронт Меланшона опубликовал программу. В ней отправка военных на Украину, поддержка армии и спецслужб, создание комиссариатов равенства против сексизма и гомофобии. Хуситы заявили о первом использовании гиперзвуковой ракеты собственного производства против израильского судна в Аравийском море. Президент Филиппин Маркас. Очередное столкновение филиппинского и китайского судна было преднамеренной акцией, направленной на то, чтобы помешать филиппинцам пополнить военные запасы. Ливия разместила войска у границы Алжира и выставила ультиматум – вернуть спорные территории на Юго-Востоке. В июне нефтегазовые доходы России выросли более чем на 50% в годовом исчислении – до 9,5 млрд долларов. Гендиректор Укрэнерго Кудрицкий. С марта Украина потеряла половину энергетических мощностей. Росводоканал. Доступ к центральной канализации есть лишь у 70% граждан. Россия отправила первую партию угля в Индию по транспортному коридору через Иран. США заинтересованы в развитии технологического сотрудничества с Индией, но ее связи с Россией мешают этому, заявили в Госдепе. Июльский визит МОДИ подтвержден. Южная Корея ввела санкции против российских судов и компаний, которых Сеул подозревает в доставке грузов из КНДР. Японская иена упала до 160 иен за доллар – это самый низкий уровень за 40 лет. Продажи автомобилей на внутреннем рынке Китая в два раза превысили аналогичный показатель в США и ЕС вместе взятых. Израиль нанес авиа и артиллерийские удары по густонаселенным районам в секторе Газа – Галант. Цели Израиля и США в войне в Газе совпадают, расхождения устраняются кулуарно. Конец цитаты. Белый дом сообщил, что с 7 октября Вашингтон передал Израилю оружие на 6,5 миллиардов долларов. Министр иностранных дел Германии Бербак. «Безопасность Израиля имеет первостепенное значение для моей страны. Это часть нашего смысла существования». Конец цитаты. Аль-Джазира. Индия экспортирует ракеты и взрывчатые вещества в Израиль. Нибензе предположил, что принятие Палестины в полноправные члены ООН будет способствовать долгосрочному урегулированию конфликта в Газе. Американское посольство в Ливане призвало своих граждан готовиться к эвакуации. Российское посольство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в страну. Палестинцы в Ливане готовятся присоединиться к Хезбалле, если Израиль начнет вторжение. В республике Коми поезд сошел с рельс. Двое погибших. Кадыров пригрозил кровной местью семьям будущих террористов на фоне событий в Дагестане. Беспилотники сбиты над Московской, Тверской и Белгородской областями. Взрывы в Киеве и Хмельницкой области. В Курске 13 человек отравились продукцией сети суши-баров. Ведомости. Граждане Узбекистана испытывают проблемы при въезде в Россию через московский аэропорт Шереметьево из-за дополнительных и чрезмерно длительных проверок. Россия в ответ на запрет российских СМИ в Европе ввела ограничения на деятельность европейской прессы. Запретили такие издания, как Politico, Шпигель, Лемонде и АФП. Ассанж успешно приземлился в Австралии. Опрос в ЦИОМ. Четверть граждан совсем не строят планы на жизнь. Еще четверть только на год вперед. Матвиенко. В стране некомплект участковых. В Костромской области 90%, в некоторых районах Москвы 75%. Общий дефицит личного состава МВД 150 тысяч. Военный суд ЛНР приговорил к 11 годам героя России Магасумова за убийство 18-летней. В Генпрокуратуре заявили об искусственном разжигании ненависти к мигрантам. По словам прокурора Вагурина, это делается для того, чтобы затормозить развитие России и спровоцировать ее развал. Бастрикин выступил за ужесточение миграционной политики. Необходимо решить свои политические, экономические, национальные и другие проблемы внутренними ресурсами. Конец цитаты. Требования для мигрантов по экзамену по русскому языку должны быть такими же, как для выпускников школ, сообщили в Рособорнадзоре. Около 10 тысяч мигрантов, получивших гражданство РФ, направлены в зону спецоперации, сообщил председатель Следственного комитета Бастрыкин, и назвал парламент госдурой замедлительность в принятии законов против мигрантов. Володин. Эти слова оскорбляют народ. Миноборнауки предложила ввести стипендию в размере МРОД для студентов с детьми. Минюст разрабатывает закон против идеологии child-free. Милонов призвал законодательно контролировать увеличение женских губ. Ввести нормативы по их объему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова